Всем привет! Меня зовут Инесса. Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как построить прямую юбку по системе Любокс. И первое, что мы с вами сделаем, это проведем горизонтальные и вертикальные линии. Здесь мы с вами можем отметить, что это у нас линия талии, буква Т. Теперь нам необходимо от верхнего угла сюда вниз отложить 5НБ. Давайте с вами запишем. 5НБ. 1НБ равняется 5 сантиметрам. Получается, в дальнейшем я буду вам показывать различные измерения с этим НБ. Вы должны понимать, если мы от этой точки сюда вниз откладываем 5НБ, в натуральную величину мы с вами 5 умножим на нашу единицу измерения 5 сантиметров. Тем самым мы получим 25 сантиметров. Значит, от этой точки сюда вниз мы с вами откладем 25 сантиметров. В данном случае я откладу 5 сантиметров. Это, получается, будет наша линия бедра. Напишу буковку Б. К ней мы проведем перпендикулярную линию. Для построения этой юбки нам понадобится знать наш обхват бедер. В моем случае обхват бедер составляет 97 сантиметров. На линии бедра я напишу вам формулу. Обхват бедра деленное на 4. Получается, 97 сантиметров я разделю на 4. И получится у нас, давайте здесь запишу, 24,25. Теперь мы берем и откладываем от вот этой точки сюда в сторону 24,25. В моем случае я буду откладывать произвольно, просто чтобы вам наглядно показать. Поставила я точку. И провожу вот такую вот линию. Здесь давайте напишем переднее полотнище юбки. Это у нас с вами будет заднее полотнище юбки. Обхват бедра мы с вами поделим на 4. И тем самым мы от вот этой точки вот сюда в сторону откладем 24,25. Провели линию. Теперь мы знаем наш объем юбки. От линии талии откладываю тяжелаемую длину юбки. В моем случае я откладу 65 сантиметров. Это будет такая вот миди юбочка. Получается, и это у нас будет с вами линия низа. Напишу букву Н. Наша юбочка уже практически с вами готова. Уже какой-то появляется силуэт. Теперь нам осталось найти с вами раствор выточек. Сейчас я вам покажу, как легко и быстро его рассчитать. Вот это идет наша боковая линия. Здесь я напишу 3,5 НБ. От вот этой нашей точки мы сюда в сторону откладем коэффициент К. Как нам найти с вами коэффициент К? С вами норма бедра 97 сантиметров делим на 20. Получается 4,85. Теперь наш коэффициент бедра равняется 4,85 деленное на 2. Получаем 2,4. Теперь мы знаем с вами наш коэффициент. Это 2,4. И сюда в сторону мы откладем 2,4. И вот сюда в сторону также откладем 2,4. И вот так вот плавненько оформляем. И с этой стороны точно так же. Если у вас нет специального лекала, то вы можете вот эту вот точку соединить с этой нашей точкой прямой линией. В прямой линии эту линию вы можете поделить пополам. И вот сюда в сторону отложить 1 сантиметр. И с этой линией мы проведем точно так же. Соединяем нашу линию. И вот сюда вот откладываем 1 сантиметр. И вот так вот потом аккуратненько все это оформляем. Теперь как нам найти с вами талиевые выточки? Получается вот это вот полотнище мы с вами поделим пополам. И от середины мы ведем линию вверх. Это будет линия, на которую мы сейчас отложим с вами наши выточки. Полностью весь раствор выточки будет составлять коэффициент k. Если вы помните, наш коэффициент k равнялся 2,4. Но вы должны вот этот раствор 2,4 разделить пополам. И получается сюда мы откладываем с вами 1,2. И вот сюда мы откладываем 1,2. Получается весь вот этот раствор выточки будет составлять 2,4. И от вот этой линии сюда вниз мы откладываем с вами 1,5 умноженное на nb. Получается вот мы с вами отложили наш раствор выточки. Эту линию продлим. Наш коэффициент 2,4 мы вот сюда отложим. И вот здесь мы точно так же от этой точки вот туда вниз отложим 2,4. Наш коэффициент. И здесь наш коэффициент. Теперь нам необходимо соединить эти все точки. Получается мы вот так вот ведем сюда, здесь вниз. Здесь мы сделаем пометочку на второй нашей выточке. И вот так вот мы вверх поднимаем. Когда мы будем сейчас с вами выкраивать нашу юбочку, мы вот эту вот линию лишнюю, вот это все уберем. Будем выкраивать вот так вот. Вот этой вот линии здесь мы приподнимем, чтобы на раствор выточки красиво ушло. И вот здесь вот линия уйдет у нас вверх. Теперь нам необходимо точно так же наш квадратик весь поделить пополам. Здесь я напишу 2,5 умноженное на NB. И здесь раствор выточки у нас будет равняться N одной норме. Еще раз вам напомню, что одна норма это будет 5 сантиметров. Поделю на 2, это будет 2,5 сантиметра в одну сторону и 2,5 сантиметра в другую сторону. В вашем случае вы свое NB умножаете на 2,5. Все, что у нас получилось, мы сюда откладываем вниз. И затем мы соединяем с вами линии. Мы продлеваем вверх нашу линию. Откладываем сюда одну К. Напоминаю еще раз, что К у нас равняется 2,4. И мы вот эту К плавненько ведем к нашей выточке. Сейчас я эту конструкцию обязательно сфотографирую и выложу у себя в ВКонтакте. Если вы захотите посмотреть поближе все измерения, все NB, то обязательно заходите в мой контакт и пользуйтесь вот этой вот схемой. Думаю, что она многим вам понадобится и пригодится. В следующем видео я вам покажу, как сделать моделирование вот такой юбочки со встречными складками. Также буду выкраивать прямую юбку по этим меркам сразу на ткани. Если вам будет интересно, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Включайте колокольчик об уведомлении, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем хорошего дня и всем пока-пока!